Возле входа второго комплекса и будем сюда заходить сквозь эту дверь Тут довольно современные панели Возле комнаты был ремонт Выход Что тут при входе? При входе есть вот такая дырка Тут комплекс Ребята уже вошли в комплекс А вот тут вот такая изрытая земля Ля, а что это такое? Это что тут специально? Картыры или сиричок? Тут есть следы Не знаю там были они оставлены Походу недавно ремонт Что-то его до конца не сделали Братан пошли дальше Там интересные моменты есть Так ребята Уже мы проплались Тут у весь комнат Вон там В уход туда В здании Прямо перед входом стоит кресло Я думаю там желательно Вообще не болится Потому что тут По словам его Есть охрана Если нас примут То там была такая шок Что тут связано с МВД Украины А еще ребята Вот это такой электромеханизм И у Тилонка Это все еще не попиздили Вот тут охрана Поэтому Потому что если нас умут То сразу МВД Украины Чувак Да пиздется Нечайном не будет Потому что мы сибемся Ну вот эти Вот такие тут папки Довольно современные Мне кажется Этот комплекс Бросили довольно недавно Бля, тут сок стоит, серьёзно. Тут ничего нету. И ещё, прошу обратить внимание на то, что тут в этой замножке все окна закумочены, и тут есть некоторые детали от ремонта, походу тут решили сделать ремонт, а по какой-то причине его запросили, то есть сам ремонт, тут какие-то надписи. Ой, бля, новые они, по-моему. В общем, пойду, короче, к Ванне, потом пошёл, наверное, там сам, ему страшно. Смешно, правда? Он уже, наверное, пошёл куда-то. Пойду я за ним. Капец, эта штука шума. Это что? А, это какие-то фильтры. Опа. Это ты. Блин, Ваня там пожумел. Ещё я тут нашу строительную каску. Заберу её с собой. Ребята, тут очень чего плохо, а строители осталось туда по реконструкции, но, видимо, его запросили. Ещё тут тоже какие-то присутки маркеров. Здесь какая-то полка, там где валяется. Всякие детали, кипятильник, он валяется. Да, ребята, смотри. Ой, так классно, каску нашёл у себя. Ваня, что ты делаешь? Ага, вот. Ага. Довольно атмосферное местечное. Опа. А вот и надпись. Санаторий имени... 1-го травня. Это, короче, был, оказывается, заброшенный санаторий. Чувак, это был госпиталь и заброшенный санаторий. Это... Там находишься часть госпиталя, а мы сейчас находимся в заброшенном санаторий. Чувак, ещё хотели реконструировать, я, виденька. Вик... Как это слово здесь? Реконструировать? Короче, восстановить хотели этот госпиталь, но, видимо, что-то у них не очень получилось. А так же, ребята, тут-то вот здесь коробка со строительным мусором. И вот тут, ребят, стоит древний, ещё очень старецкий монитор. Может, кто-то помнит ещё... Сентябрь 2000-2006 года. Ещё, возможно, кто-то играл на этом компьютере в КС-ку. Опа, чувак, смотри, тут настольная игра какая-то. Я, конечно, не знаю, как называется вот эта игра, но, судя по всему, это какая-то настольная игра, потому что тут карточки, какие-то номерки. Если кто-то знает, напишите в комментарии. Ну ладно, я знаю, что никто не напишет, правильно? Пишите комментарии. Опа. А тут, ребята, коробочка с резиной. Полным-полным резиной. Для утепления труб. Это резина, точнее, не резина, а это прорезиненный поролон, типа для утепления труб. Живак, смотри, тут стоит сил, и он рабочий, блядь. Тихо, тихо. Вот сейчас. На данный момент надо вести себя очень тихо. Надо чекнуть. Вырпил. Да, ребята, видите, вот там стоит трактор, экскаватор. И рабочий сил. И вот тут есть дорожки. И вот тут есть дорожки. И вот это, скорее всего, рабочий там корпус находится. Вот видите, вот это домик. Скорее всего, это банка охранника, потому что он довольно, короче, не заброшенное, а там окна и все нормально заделаны. Затем вон, тут так же стоит микрофон. Блядь, какой микрофон, что я не смогу. Так же стоит компьютер, дядя, компьютер, клавиатура. И кейс какой-то, кейс с инструментами. Посылка есть, ага, где-то. Тихо, дядя. Тихо, дядя, тихо, блядь. Так, ребята, вот тут тоже. Вот тут, короче, коробка с касками. И какие-то бозмазовые затычки. Не знаю, для чего это. Так, надо покидать именно саму эту часть, потому что там учебовская будка. Курить запрещено. Ребята, прошу обращать внимание на вот эти потолки. Вот тут висит вот такая довольно красивая люстра. А потолки, если бы они не были потресканы, они были бы довольно красивые. Серьезно, если бы тотально реконструировали, они бы были бы довольно красивые. Так же и окна. Представьте эти окна со стеклами. И чтобы они были вообще уже нормальные. Не такие повитые, а чёткие. Если представить, это здание довольно было бы красиво. Но, к сожалению, оно заброшено. Тут висят ещё люстры. Да, тут ещё три люстры висят. И вот тут какая-то дверь. Скорее всего, это вход. Вот. Так, ребята. Ваня нашёл тут такую вот таблицу про Ленина. Какая-то статья. Меденги. Посвященнее Ленину. И сам Ленин. Интересно, я доволю. О, ребята. Вот тут вы можете увидеть мое отражение. Ну, точнее, отражение камеры и фонарик. И моя каска, которую я тут оставил. Ну что, тут в этом корпусе, в этом здании есть ещё второй этаж. Но мы внутри не нашли фото на второй этаж. Короче, ребята, опять у меня выпендривается камера на этой заброшке. Мы зашли на заброшку. Она у меня тупо как-то не включалась. То начинала выпендриваться. То включается и выключается. А теперь у меня на 16 гигабайт карта стоит на этой флешке. А я всего лишь поснимал буквально ничего. На гигабайт максимум. И она уже показывает, что ничего нет. Я перезапустил камеру. Вроде теперь всё нормально. Так, ребята. Вот находимся на территории самого этого комплекса. Всё заброшено. Вот тут на территории стоит вот такой фонтан. И вот тут прям при входе в само это здание стоит датчик, который включается при движении. Но он включается только в темноте. Так бы он сейчас включился. А там, ребята, вон там стоит работающий экскаватор. И я думаю, желательно там вообще не палиться. Когда мы попали во второй блок, оказывается, что тут... Типа там была дверь заколоченная. Мы вышли из здания и залезли в окно опять с другой стороны. А вот тут лежит вот такая ковриятора. И ещё тоже довольно... Такие... Что? Худачок в воде хватит. Такие ячок. Это просто скобля, я думаю. И такие вот разбитые часы. Кресло. И вот тут стоит молоко. Кстати, там внутри есть молоко. И ещё тут какие-то баночки с закатками. Ладно, пойдём куда-то дальше. Это тоже заколочено. Там также стоит кресло. Я думаю, надо уже под... Так. Я думаю, нам надо идти к нашей цели. Куда мы хотели на второй? Стой, стой. Работает? Опа, а тут от душевая кабиночка. Довольный, как для Советского Союза, современно. Нет, только это артическое здоровье. Опа, дядя, заколочки. Я их возьму для взлома дверей. Будем двери взламывать. Пригодятся. Пойдём дальше. Мы сейчас донимы, потому что современные. Сначала понимаешь, это... Я тоже. Ребята, вот тут вот такая загрязненка. Загрязненка из гипсокартона. Опа, ребята. Нашли пистолет на заброшке. Что? Нашли пистолет на заброшке. Серьёзно? Нашли пистолет на заброшке. Друзья, вот, нашли пистолет на заброшке. Шок. Блин, я оставлю свои впечатки пальцев. Ребята, тут есть на заброшке дверь, которая закрывается на замок. А вон там стоит школа. Действующая школа. Она уже оброшена. Ребята, мы уже где-то час ходим по этой территории и не можем найти вход на второй этаж. Вон там есть второй этаж, но мы туда вход не можем найти. Есть предположение, что вход находится за этой дверью. Но так вот получилось. Блядь, охранник. Чувак, бьём, блядь. Шоу, шоу, шоу. По окончании, рассказывал, что мы на второй этаж таки не попали. И тут к нам идёт дядюшка Чоп. Хорошо, что мы все баллись. Ещё не обычный какой-то Чоп идёт, а обычный такой паренёк молодой, довольно в военной форме. Фух. Так вот. Надеюсь, что мы в следующий раз попадём всё-таки на второй этаж, потому что довольно интересно, что там, почему он так заколочен, что его хрен найдёшь. В общем, ребята, надеюсь, вам понравился этот видосик. Вообще, типа, он довольно был скучный, но всё же, думаю, он вам понравился. Ставим лайкосики, пишем комментарии. Туда обязательно вернёмся. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»